Знаете, друзья, вот мне тут в фейсбуке в комментариях ляпнули, что Балашов наш и всё. А я, честно говоря, не понимаю, что это за переоценка, почему настолько сильно переоценивается этот человек. То есть он и не бизнесмен, и не философ, тем более не либертарианец, и он никакой не учёный, он даже не политик, он непонятно кто. На самом деле он никто. Он глава какой-то организации с цифрами у себя на флагах, и он лидер кучи идиотов. Почему кучи? Ну, потому что простых и глупых людей легче привлечь какой-то магией, какой-то глупостью. Почему идиотов? Потому что, в принципе, эти люди не желают разбираться, что такое либертарианство, откуда оно вылезло, что оно означает. И им лень. У них есть какой-то вот такой клоун, который постоянно пихает какие-то цифры и называется либертарианцем в каждый пост. И они считают, что этого достаточно. На самом деле этого недостаточно. То есть, на самом деле, Балашов никто. Вот всё-таки серьёзные люди от науки. Это Сорокин, это Золотарёв, Мазуренко, это ряд других людей. И как-то подвинуть или, не знаю, поставить рядом Балашова, рядом с этими людьми невозможно. Потому что это земля и небо. То есть, если Балашов только-только примеряет на себе штанишки юного либерала, то эти ребята уже давным-давно в каком-то либертарианском космосе в плане интеллекта, в плане теории. То есть, Балашову нужно прожить вторую жизнь, чтобы добраться до уровня Золотарёва, до уровня Сорокина, Мазуренко, до уровня многих других. Потому что наука, как и любой бизнес, как и любая работа, это труд. И нужно идти на некие жертвы, нужно отдавать своё время, энергию, чтобы и в том числе и спорить с идиотами, или несколько часов работать над какой-то небольшой заметкой или объёмной статьёй, чтобы показать и доказать самому себе, что на самом деле ты не идиот, что ты чем-то отличаешься от других, что ты прав. Балашов этого не делает. У него очень просто. У него даже в его публикациях вы можете увидеть только две примитивные и простые вещи. пять-десять и деньги главное. Хотя, если разобраться, то возникает куча вопросов. Какие деньги? Сколько денег? У кого деньги? Современные или старые? То есть это всё вопросы, у которых для многих балашовцев нет ответов. Поэтому балашовц на самом деле никто. Он же распугал в конце концов всех, практически всех вокруг себя. Он не дружен с какими-то крупными бизнесменами, он не дружен с какими-то, если уж на то пошло, политиками крупными, серьёзными. У него нет крупного бизнеса. То есть он на самом деле никто. И стоит и воспринимать его именно так. Не стоит считать, что он, сказав несколько приятных слов, вдруг открыл для вас Америку. На самом деле, как я уже не раз говорил, любой может стать таким, как балашов. Потому что балашов на самом деле никто. Ну вот никто. У него нет никакого бэкграунда, у него нет никакого интеллектуального капитала. Как я уже говорил, он не учёный, не политик, не бизнесмен, не какой-то там хотя бы маломальский философ. Он, в принципе, никто.